Сегодня прям с утра плюс 10 градусов. Слушайте, ну вообще уже прям весна веснущая. А вчера вечером, вот это ж вчера, лежал-лежал снег. А к вечеру, как начал лупить дождь, я вот тут сейчас кусочек ставлю, как я вчера вечером выглянула, а тут льёт во всю Ивановскую. Вот такой февраль. Слушайте, ну я же днём показывала, ещё как бы шёл снег. Ну, видели вы, да, я утром выходила, был снег. Всё. Уже дождь. Вот так. Слушайте, ну вот. Всё. 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 ну что тревоги у нас были сегодня уже с утра но так городе спокойно не знаю не знаю что у людей происходит по новостям читаю везде все тихо именно в городе то что там в никопольском районе происходит ну так извините ребята это вообще от нас очень далеко даже при огромном желании суда звуки не долетают не знаю не знаю там где я живу у меня все тихо все спокойно даже если где-то за городом что-то происходит ну в городе этого не слышно ты что сидишь затеяла сейчас стирку у меня и свет и вода и газ все есть не знаю вообще написали что и вчера было написано что по всем по всей днепропетровщине электроэнергию отключать не будут и сегодня написали не будут так что не знаю мама мне звонила сказала говорит они цвет все у нас есть и с кирова мне тоже звонили сказали нет и там у нас все есть и на квартале все есть так что я так понимаю что по всему городу есть свет это может если только у кого-то нет цвета может быть это уже как бы по месту там или ремонт какой-то проводится или что-то конкретно произошло ну какая-то авария я так имею ввиду а так отключение нет электротранспорт весь работает абсолютно как старые добрые времена не так как раньше то утром было и вечером в рабочие часы а сейчас нет уже полностью электротранспорт трамвай троллейбусы все на маршруте я вообще удивилась у нас троллейбус это же два месяца троллейбусы не ездили и я чтобы но не тратить большие деньги на маршрутку ходила пешком но если недалеко если конечно куда-то надо было поехать понятное дело уже выкладывала деньги на маршрутку так электротранспорт и везде все работает даже не знаю что что вам такого плохого рассказать чтобы поухать поахать но честно даже не знаю что такого плохого рассказать ну то что так по стране конечно плохо естественно ну так естественно тоже все понимают что стране происходит ужас но конкретно здесь у нас все нормально он кушаем до кушаем пьем сейчас туалет надо поменять нюшечка да сейчас поменяю ей туалет в общем занимаюсь генеральной уборкой чип ну что тут наш больной даже получается он вчера вечером это было двое суток как он ничего не ел не пил и уже аж поздно вечером я совсем немножко дала ему свежего мяса тоже позвонила маме рассказала она говорит да ему то что он любит вот что он любит свежая мясо ряда ну да ему попробуй свежего мяса дать кусочек но это маленькими кусочками порезала таком на удивление как бы ну немного ну хоть чуть-чуточку съел совсем чуть-чуточку а потом чуть позже где-то через час сам пошел водички совсем чуть-чуть попил а вот сегодня с утра кушать вообще ничего не захотел но сам пошел но постоял над кормушкой постоял постоял эти коты кушали все а он нет но пошел водички попил я ему сейчас тоже предложила покушать и кусочек мяса поднос прямо ложила нет ни в какую но не будешь я запихивать это как ну как больному человеку если ему плохо так не аппетита ничего нет ну надеюсь чипочка что ты сегодня продержишься да а завтра уже я к врачу я не буду звонить он тут рядом я побегу так узнаю у него рецепт ну не рецептом как это результаты анализов ну может быть он по результатам же что-то и выпишет какое-нибудь назначение потому что у меня там еще пару вопросов таких есть но по телефону не хочется вот я вчера пришла там четыре человека в очереди стояла ну куда ему там до разговоров тем более тут буквально в соседнем доме я сбегаю так самолично расспрошу тем более если он даст назначение даже все равно рецепт какой-то выпишет или у них можно купить лекарства у них там прямо аптека есть или куда-то поехать другое место купить а если уколы назначить какие-то ну значит будем ходить на уколы так шучу пачка держись до завтра до добрый доктора и дали тебе надеюсь поможет моя жайка как же их жалко я уже не снимала процесс как я делаю эти хвосты у меня есть рецепт порезала вот так вот я стараюсь конечно найти такой хвост чтоб он был и не маленький как вот есть там тоненький с конца и где-то так раз на серединке заканчивается и нездоровый ну как бы может если на большую семью то можно громадный такой взять там метр длиной или там не знаю длиннее есть ну как бы нам столько не надо я всегда гоняюсь за таким средним размером ну что значит просто порезала на кусочки лук он на сковороде лук с морковкой вот обжарила вот добавила сюда добавила сейчас но я пока не солила как всегда рекомендуют говядину солить уже в конце вот и добавила разные приправы там какие мне нравятся ну и все сейчас вот она на небольшом огне у меня стоит это потекло я тут готовила потекло не успела вымыть но ну на небольшом огне вот потихоньку побулькивает так вот оставляю его где-то ну два часа это точно а то еще буду смотреть мужей три часа будет тушиться все а потом когда мясо уже готово или так почти готово добавляю картошку можно какие-нибудь овощи можно сладкого перца можно даже помидор порезать кусочками ну и вообще любые овощи вообще вот можно кабачок добавить и все это потом вместе тушить а в конце уже как бы в тарелочку когда вы будете себе накладывать зеленью притрусить это так вкусно только надо чтоб хорошо хорошо хвосты протушились как на холоде знаете чтоб он такой даже как желейная стала ну вот такие вот разваристые получились хвостики с картошечкой с юшечкой вот такой салат и такой перчик можно этого похлебать для настроения да 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 точно точно поддерживаете поддерживать составите компанию составим хорошо все садимся кушунькать мило ты с нами мило ты с нами шут и ногой в ухо и не с нами будешь кушать такое будешь есть горячие не ну чеши свои уши